Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернёмся в великолепнейшую игрушку под названием Дисфигур, где мы с вами уже попробовали пострелять из пистолета, где мы с вами уже посражались с тараканами при помощи огромного меча. Сегодня, я считаю, нам нужно будет протестить дробовик, который мы как раз-таки будем вообще всех разрывать. И с учётом того, что он стреляет сразу же 4 патрона, конечно, в ограниченном радиусе, но 4 патрона сразу будет выстреливать, если мы напихаем туда каких-нибудь рикошетов или дополнительных снарядов, то должен произойти просто какой-то полный хаос. И пока что выглядит дробовик очень внушительно, уже в самом начале врагов неплохо так крошит. Нам нужно будет пробивающие снаряды качнуть и ещё что-нибудь в таком формате. Короче, сейчас пойдёт нас безумие. Поэтому, ребята, если вам нравятся ролики по Дисфигур, хочется по нему больше видосиков, лайк не забываем. Чем больше лайков, тем быстрее серия выходит. 3000 наберёте, прям максимально быстро серия выйдет уже на следующий день. Так, ну что у нас есть? По прокачке фонарик, скорость бега, так, это вокруг нас, барьер, и также есть радиация. Радиацию никогда не брал, но она сильно замедляет, и мне сейчас это совсем не хочется, поэтому я, пожалуй, возьму просто скорость бега в данный момент. Либо же взять фонарик перед собой, чуть-чуть больше видеть, но мне кажется, лучше взять просто скорость бега. Такой нейтральный апгрейдик. В любом случае, нам будет с ним хорошо, ничего не потеряем, и ладно. Пока набираем потихонечку экспу. Так, сейчас ещё нужно где-нибудь два тараканчика зафигачить, и мы с вами уже будем на этап выше, да? Так, оп, готов, всё прекрасно, левел 3. Что у меня есть? Магнетизм. А, ну это прокачка из серии как раз ускорения, можно собирать эксп с более дальних расстояний, но это не так уж прямо интересно. Мне бы интересно было бы... Так, шрапнель. Вот тоже любопытно, как это бы это работало с дробовиком, либо же прокачать больше урона. Давайте шрапнель пока что качнём, в любом случае на дробовике это надо качать, и это должно быть интересно. Так, оп, готов. Ну, да, разлетаются, конечно, снаряды, ну не так эпично, как я думал, но это потом, знаете. Поначалу всегда происходит так, что ты такой, типа, медленный, еле-еле что-то там стреляешь, как-то еле твои пассивки срабатывают, а чётко позже, когда уже накопительный эффект словил, вот там уже начинается веселуха, прям конкретно. Так, и это вот тоже дезинтегрировали, и что ещё можно себе открыть? Тяжёлую шрапнель. Это больше снарядов после убийства врага, а следующий выстрел будет на 50% мощнее. Вот это для дробовика звучит прям, знаете, офигенно. Все апгрейды прикольные, но я этот возьму просто потому, что он очень хорошо стакается с дробовиком, как мне кажется. Бам! Такой сразу выстрел, то есть следующий... А, стоп, а почему у меня... А, ну да, я же постоянно убиваю врагов, поэтому у меня постоянно бонус увеличивается. Но с дробовиком это прям эпик, по-моему. Мне кажется, что это лучший пока что апгрейд, ещё и скелет нарисован. Теперь я немножечко представляю себе, что я в какой-то Doom играю. Так. Возможность собрать больше опыта, либо же скорость бега, либо же снаряды, которые будут вызывать электрический шок. Это мы пока не пробуем. Так, ну давайте увеличим, наверное, 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 чтобы увеличить-то. Скорость бега увеличу. Пускай будем бегать быстро прям вообще. Хотя я не знаю, в этой игре, возможно, скорость бега даже мешает в каких-то определённых моментах. Но если у меня будет обзор побольше, то тогда, наверное, я случайно на варга не наткнусь из-за большой скорости бега. Пока что я прям даже себя немножечко неловко чувствую, потому что я реально быстрее стал. И это непривычно для меня. Так, плюс 15% скорости. Кровотечение. У меня никогда не было кровотечения. Можно попробовать его взять, чтобы это было что-то новенькое у нас. Поэтому давайте протестим, что такое кровотечение, и как оно выглядит. Выглядит, конечно, это странная идея, как бы. Мне почему-то кажется, что кровотечение больше вяжется с оружием нижнего боя. Но с другой стороны, почему дырки от дробовика не вызывают кровотечение? Вообще это по умолчанию должно быть. Так что что-то я тут особо обдумываю. А что у меня? Никто не умер, что ли? Почему? Вы что-то прочнее стали, что ли, товарищи мои? Как-то их много накопилось, и они что-то не подыхают у меня. Так, ядом там настреливают. Это все понятно. Так, уровень подняли. Дальше у нас можно поднять скорость атаки, либо же поджигать врагов. Но тут по-любому скорость атаки. Тут даже особо думать нечего. Там есть другие апгрейды, но если что, я специально стараюсь брать что-то такое, чтобы было поновее наш билд, потому что если я все время буду брать то, что мне нравится, то это будет уже не так интересно. Так, Шапнель больше урона наносит, кровотечение более жесткое. Также, так. Угу. Когда мы три раза противника дамажим, вызывается аутфлоу, который дамажит на 15 урона. Либо же баллистические прокачки взять. Ну давайте аутфлоу попробуем, посмотрим, как он работает. Но три раза надо вот здесь задамажить. Хотя кто тут выживет? Тут практически все сразу умирают. Я даже протестить не успеваю. Так что будем протестировать на каких-нибудь более мощных боссах. Ну, кстати, я замечаю, там периодически вылетает не 12 урона, не 8 урона, а 15. То есть дополнительный дамаж, значит, против всяких прям жестких врагов очень даже будет хорошо. Так, больше кровотечения. Аутфлоу наносит 20 урона. Ну давайте кровотечение поднимем. Все же нужно какие-то еще новые штуки открывать. А не только вот бустить одну. Надо как-то, наверное, равномеренно идти. Если не найти определенную имбу, какую-нибудь, конечно. Если имбу найдешь, то можно через имбу играть. Но я пока стараюсь и то немножечко качнуть, и это качнуть, и это справедливо. Так, и сегодня должно быть у нас кодовое слово. Пускай будет сегодня кодовое слово. Многоножка. Пиши многоножка, получишь лайк. Так. Шапнель можно увеличить. Аутфлоу, да? Так. Ага. Вот это что-то. Во время Doom раунда и убийства врага увеличивается, точнее, скорость атаки увеличивается два раза. Как я понимаю, эта штука, это конкретно про... А не, я уже стреляю быстрее. А что? Что имеется в виду под Doom раундом? Я не особо понимаю. Вот сейчас и замедлился. Или каждое убийство врага, возможно, имеется в виду? Я не совсем правильно понял. Ну, капец тогда. Если я сейчас врагов убиваю, у меня скорость атаки просто какая-то ультрабезумная. Вообще. Я как из автомата начинаю опалить, никто здесь не выживет, если я буду постоянно так хреначить. У меня урон огромный, сейчас бы только количество снарядов увеличить. Вот это было бы круто. А то у меня дробовик какой-то такой. Ну, как бы, да, дробовик, но слабоватенько, слабоватенько. Так. Барьерчик. Больше урона. Bullet speed. Хочу быть еще быстрее. Сейчас я из дробовика создам этот дробовик-автомат, дробовик-пулемет. Почему бы и нет? Если нам такое можно создать, я этим обязательно буду пользоваться. Устрою резню только из дробовика в этот раз. О, вот это прекрасный враг для этой комбинации. Многоножка, она просто создана для того, чтобы использовать этот перк после каждого убийства увеличение скорости атаки. Так, что еще можно? Скорость бега неинтересна пока что. Так. Вот эта штука еще будет увеличивать calamity rounds. Здравствуйте, Рария. Так. Это у нас теперь будет еще увеличиваться урон от наших снарядов в два раза. Интересненько. Воу, вот это снаряды огромные. Просто посмотрите. Это потрясающе. Это мне очень нравится. Для дробовика это выглядит просто как 10 из 10. Кайфую. У меня, конечно, нет таких крутых спецэффектов, как до этого были. Там молниями и так далее стрелял я. Но и так неплохо. Так тоже прикольно. Но нужно больше патронов. Хочу больше патронов. Так. Шрапнелька. Дальше кровотечение. Ну, давайте шрапнельку, наверное, качнем. Что еще? Там можно зареролить, но я никогда почему-то этим не пользуюсь. Может, стоит как-нибудь пореролить попробовать? Глядишь, что-то интересное для себя открою. Я просто все время почему-то скипаю рерол. Хотя, просто нахожу что-то, что мне и так нравится. Но реролом, может быть, я выбью из себя что-то еще лучше. Я даже не знаю, просто какой лимит на рерол. И могу сколько раз я перекручивать, прокручивать заново и так далее. Так. О, прекрасно. Все, всем каобздец. Так. Кстати, пока я тут врагов крошу, хотел сказать, что если что, у меня есть Дискорд, у меня есть Телеграм, у меня есть Бусти. Ссылочка на них в описании находится. Чтобы не пропускать стримы, новые ролики, все такое-то на Дискорд и Телеграм или пообщаться со мной хотите. А если хотите больше контента, то на Бусти подписывайтесь. Так, дополнительный снаряд вылетает. Вот это вот интересно. Вот это я хочу. Хочу, чтобы у меня было еще больше снарядов. Урон у меня и так добротный. Пусть у меня вылетает еще больше хаоса из нашего дробовика. Да, урон режется, но я его потом подниму другим апгрейдом и будет прям красота. Мне еще пробивающие снаряды осталось открыть и просто буду идти и стирать всех передо мной противников. Так, дополнительный шапнель. Так, понятно, понятно. Так, ну шапнельку дальше качаем. Скорость стеки, правда, на 10% упадет, но шапнелька это святое. Она как бы 100% нашего урона теперь наносит, поэтому может в случае чего врага рядом загасить и продлить время нашего режима безумия. Так, ой-ой-ой, что-то тут у меня прессануть. Что-то меня тут чуть не прессанули. Не надо так, не надо, ребят. Я хочу еще пожить. Хочу еще до босса дойти, который через 5 минут у нас должен будет появиться. Так что нужно быть аккуратненькими. Так, готово. 16-й левел. Так, два дополнительных снаряда. Хочу. Да, уменьшает урон, но хочу, ничего не знаю. Зато смотрите, какой веер вылетает просто. У меня в любом случае есть аутфлоу, который вносит дополнительный урон, если он не справится. Еще кровотечение, которое визуально, кстати, до сих пор я никак не заметил. Оно вообще хоть как-то работает или нет? На врагах ничего не появляется, чтобы я смог понять, как это работает. Так. Кстати, пишите в комментариях, какое следующее оружие бы хотелось увидеть, посмотрю. Может быть, по вашим заявкам сделаю. Но это не точно. Но в любом случае, пишите. Будет интересно узнать, какое оружие в любом случае для вас наиболее интересное. Так. Опа-па-па-па-па. Тихо. 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 Здесь не надо пока. Не трогайте меня, пожалуйста. Я должен быть неприкосновенный. Хоть, конечно, у меня есть несколько касаний, но все равно... Господи, что так сложно-то стало? Вы там меня что-то прям прессуете, ребят. Я сейчас вас всех раскидаю. Чисто в одну сторону пойду и все. Так. 200 врагов, щит. Каждый третий снаряд вызывает спиральку из снарядов. Вот это хорошо. Бау. Теперь вокруг меня снаряды летают. Больше патронов, богу, патронов. Мне главное хоть кого-то загасить просто рандомным выстрелом. Даже вот эти шапнельки наши разлетаются. Если я кого-то убиваю, то вот этот режим просто включается у нас и все, все страдают вокруг. Кроме меня. Так. Увеличение бонуса урона. Да? Так. И это последнее у нас что? Шапнелька. Так. Шапнель. За каждого убитого врага там все дела. Так. Не. Я хочу увеличение пока урона. Мне не хватает урона, поэтому я качну урон, потом шапнельку доделаем. Ух. Многоножка, блин. Страшная многоножка. Внезапная многоножка. Еще надо как-нибудь теста ради взять себе прокачку, которая позволяет собирать экспу со всей картой вообще. Просто вот взять, собрать со всей картой всю экспу, это было бы потрясающе. Так. Все. Тихонечко крошим. И экспу сейчас дособерем. 19 уровень готов. Текс. Пробивающие снаряды. Вот что мне нужно. Вот это вот то, что мне все это время было нужно. Без пробивающих снарядов это прям совсем было плохо. А с пробивающими снарядами сейчас все страдать будут на карте. Да, это дает негативные эффекты, но в этом гораздо больше плюсов все равно. Два врага за один выстрел для дробовика с огромными патронами это потрясающе. Еще и снарядов там целый веер вылетает. Представь себе, если я в упор подошел бы, например, к боссу, как бы я ему смог стащить под всеми своими бонусами. Еще какой-нибудь бонус от щита бы взять, который в случае прикосновения к нам увеличит уровень еще в два раза. Я боюсь представить себе, какого размера снаряды можно будет создать, которые просто покроют всю карту, по-моему. Так, у нас есть возможность увеличить размер патронов и также поднять их в скорость. Остальное не сильно интересное, поэтому берем пока что вот это. Делаем снаряды еще больше и быстрее, конечно же. О, красиво. Зачем вообще нужен обзор в этой игре? Вначале вот там, да, нужно немножечко обзора, а потом уже достаточно просто стрелять и ты видишь врагов за счет того, что они просто подсвечивают с твоих выстрелов. Ну, с боссом, ладно. С боссом обзора не хватает. Когда босс выходит, хотелось бы видеть его всегда, чтобы его нормально конечности отрывать. Это да. Конечности отрывать это здорово, ребят. Всем рекомендую. Так, 21 уровень. Насти временем 40% шанс кровотечения. Так, а это за каждого убитого врага скорость атаки повышается. Это по-любому. Это по-любому брать надо. У нас дробовик? Точно это у нас дробовик, а не автомат? Жесть просто. Вот это да. Все погибнут. Никого не останется в живых. Всех сотру. В пепел. Просто в пыль. Прекрасно, прекрасно. Идите ко мне. Сейчас всех порву. Блин, надо кучу экспы собрать. Единственное, что без экспы не так. Не так все. Классно. Нужно больше экспа. Я хочу открыть еще больше комбинаций. У меня пока не получается какое-то еще более безумное что-то собрать. Так, шапнелька только есть. И давайте хотя бы раз я использую реролл. Посмотрим. Он исчезает просто. Так, максимальный калибр. Увеличение урона от патронов. Минус скорость атаки. И, в общем-то, увеличение скорости. Здесь максимум просто скорости атаки у нас станет. Но урон упадет на 20%. Блин, прикольное все. Так, и пробивает сразу трех врагов. Я, пожалуй, возьму пробивание трех врагов. Это круче. Это круче. Хоть и там было можно поднять себе скорость атаки еще больше и все такое. Но пробивать еще больше врагов это святое. Я считаю. Так, и нужно собирать еще экспу. Как-никак. Блин, ну я кайфую от этого дробовика. Блин, здесь каждое оружие на самом деле со всеми комбинациями просто великолепно. Просто потрясающе. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Кстати, интересно. Вот враг стреляет этот бананами, да? Если словить все три банана, то ты сразу в могилу отлетишь или у нас есть время какой-то неюзимости? Вот это вот что-то я не проверял. Так-то это самый опасный враг. Если, например, три сразу поймать, то ты тут же на месте отъезжаешь. Но, скорее всего, у нас есть какое-то время неюзимости. Я, во всяком случае, так буду думать. Но ловить снаряды не буду. Что-то не хочется быстро сливаться. Так, увеличение урона у нас появилось. Режать каждый раз можно, кстати. Поэтому можно делать как угодно нам. Так, я полагаю, что надо увеличивать урон. Скорость атаки хоть у нас и замедлится, но посмотрите на мою скорость атаки. Что мне даст замедление в 5%? Ну, да, чуть-чуть я буду медленнее, но это даже не ощутимо в нашем случае. А вот увеличение урона от патронов это уже, да... О, господи, чуть не столкнулся с ним лицом случайно. Так, ребят, чего вы такие резкие-то внезапные? Не-не-не-не-не, ща пойдем соберем ништяков. Побольше бы Скалопендер в меня кидали. Вот это было бы хорошо. Со Скалопендер проще всего опыт собирать, они в одну кучку кладутся. Все просто и понятно. Без каких-то особых приколов. Текс, вот здесь еще куча экспы. Жалко здесь не падает еще какая-нибудь ультраэкспа. Типа есть просто шарики, они всегда вроде одно значение опыта дают, а нет каких-нибудь более редких шариков опыта, которые дали бы разу в 2 или в 3 экспы больше. Так, все, 24 уровень готов у нас. И теперь я могу увеличить скорость таки еще на 50%. Блин, я хочу на это посмотреть, это должно быть что-то нереальное. Капец! Я, у меня, у меня просто, по-моему, нет кулдауна на выстрел. Скоро уже просто одной прямой белой линии у нас будет стрелять, это как будто бы я просто с лазером хожу. А если какой-нибудь автомат бы еще у меня был? О, босс, здорово! Я тут как бы это, человек пулемет, если еще. Я его не вижу, но как бы чувствую, да, что он где-то рядом. Так, шапнелька, все дела, сейчас отойдем куда-нибудь. Так, надо боком его бить, конечно. Жалко, не пишется хп, сколько у этого босса. По лапкам, конечно, можно определить, но было бы удобнее, если была бы чисто хелсбар. Я бы по нему понимал, да. Что да, как да, почему. Так, бум-бум-бум-бум-бум, нащелкал его, хорошо. Мы так берем, знаете, ускорение с наших противников насобираем немножечко, всяких бустов набираем, а потом ходим и стреляем по боссу. Плюс шапнелька еще там периодически кого-нибудь сбривает рядом. Можно специально, конечно, тянуть резину, знаете, и не убивать босса, прям тянуть до талого, чтобы собрать как можно больше апгрейдов. Но это идея для одного из роликов, если, конечно, вам эта тема будет интересна, может, я попробую такое реализовать. Мне кажется, на снайперке такое провернуть можно, потому что если не брать количество снарядов там и все такое, чтобы его шапнелью не задевало, чисто вот вложиться в бонус урона за один выстрел. Возможно, такое можно, как вариант какого-нибудь челленджа я бы когда-нибудь как-нибудь попробовал бы. Я вообще, по-моему, лапы ему не отбиваю, вот это единственный минус пока что для меня. Урона мне не хватает. От толпы врагов я спокойно избавляюсь, от босса проблемки есть некоторые. Так, зато 25-й левел получил, что можно еще апнуть? Размер скорость снарядов, так, шапнелька у нас за каждого врага будет разлетаться, но это минус 30% скорости атаки. С другой стороны, у меня и так скорость атаки до ядрения фени. про джитайлы будут пробивать бесконечное количество противников на 100% урона. Плюс остальные бонусы. Давайте так возьмем, наверное. Это, наверное, будет круче. Так, оп, где он там? Я его не вижу особо, лапы он до сих пор, по-моему, не потерял ни одной, не? Че так, че так долго? Ух ты, меня задели, нифига себе. Так, не надо меня задевать, пожалуйста, я хочу пожить подольше, как-никак. Где-то сердечко уже валялось, я бы сходил, подобрал, конечно же. Так, вот оно, нашел я его, прекрасно. мне, по-моему, когда экран дрожит, это означает, что я сбил ему лапу. У меня есть такая теория, что когда экран начинает дрожать, это минус одна из его лап, потому что их реально стало меньше. Да, походу, это так и работает. И, возможно, он после этого немножечко злее становится. Но это не точно. Но это самый долгий файт у меня с дробовиком получился, потому что у меня не так много магии, которая вокруг бьет, и нет такого пробивающего урона. Жалко, он не пробивает насквозь его бошку. Вот, если бы я мог пробить насквозь его бошку, вот это другой разговор. Че, где у него там ноги-то? Я их не вижу. А, у меня еще раз задели. Тихо, тихо, тихо. Они потихоньку быстрее становятся. В этом, конечно, проблема есть. Чем дольше мы сами тянем, тем печальнее. Так. Че, отбил лапу? Отбил. Последняя лапа осталась у него. И, возможно, каждый раз, когда он теряет лапу, тогда он злее становится. Еще вариант такой есть. Поэтому, собственно, так все у нас и происходит. Так. Я единственное, как могу попасть в его лапу, это просто окольными путями. Я бью врагов, которые там рядом с ним где-то чилят, и через шапнельку вот так вот мы избавляемся. Но я в любом случае победил. Хоть и это было немножечко сложнее. Но, короче, вот так-то оно и вышло. Победа! Нас поздравляем с этим. Дробовик тоже весьма неплох, но у меня билд получился чуть слабее, чем до этого были билды, но тоже неплохо, я считаю. Напишите в комментариях, какое оружие вам пока что больше всего понравилось. Визуально, во всяком случае, хотя бы. Вот. Прямо прочувствовать вы его, к сожалению, не можете. Но, короче, вот у нас есть еще теперь пушки разные, которые можно будет потестить. У нас сейчас снайперка остался, ножичек и две катаны. Вот надо так вот будет одно из этих оружий и надо будет еще нам с вами потестить. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите также на Пусти, заходите на мой Телеграм, Дискорд, в описании все ссылки есть, буду вас везде там ждать. Ну, а с вами был Кристалл, не скучайте, не валите, скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok